Улица в поселке Жаворонки похожа на царство Снежной Королевы. Звенящие, приливающиеся в лучах света, обледневшие ветви деревьев за снежная дорога. Все предупреждения метеорологов, даже самые экстремальные, не останавливают Сергея Косточка. Его вместе с Виктором Балашовым ждут за десятки километров в старом городке. Они должны сдержать обещание принять участие в театрализованном представлении «Дорога от Москвы до Минска». Я готовился даже к этой встрече, потому что мне так хотелось попасть в район, далеко от Москвы, сравнить, как говорится, что культура Москвы и как же живут в культурном обществе наши соседи под Москвой. Сценарий был необычный, все действие происходило в вагоне поезда, значит, поезд «Минск-Москва». В число пассажиров попал и белорус Константин Косик. Это был его актерский дебют. Пассажиром ехал я от Москвы до Минска и рассказывал про Беларусь и про Россию. И такие строки Якуб Колос написал замечательные. «Мой родный кот, як ты мне милый, забыть себе немаю силы. Вот як тепер передо мною, стоя куточек той пригожи, Кринички в узенькое ложе, и елка в пары с хвоеною, Обнявшись тесно над водою, як молодые в час каханья, О пошний вечер расставанья». Автором сценария и режиссером спектакля стала Анастасия Семенюк. Народный артист встречает коллегу стоя. Удивляясь ее юности, сам молодеет, будто и нет, 92 лет за плечами. «Молодец, да, Настя, она создала такой ансамбль великолепный. И певцы, и танцоры, и чтецы, и режиссеры там какие-то маленькие такие есть». Создавая настроение в зале, спектакль, цементировали, объединяли музыкальные композиции Сергея Косточка, художественного руководителя Творческого союза «Славянский круг». Этнического белоруса Воденцова называют подмосковным песняром. «Я считаю, что это должно быть доброй традицией, потому что действительно наши народы едины и неразделимы». Сама режиссер Настя Семенюк поставила себе… «Ну вот если по пятибалльной системе, то, конечно, четверочку можно натянуть. Четверочку натянуть можно, если постараться». Легендарный народный артист признался, что был счастлив побывать в полете и вернуться в молодость. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Желтый.